Всех приветствую! У меня на канале в очередной раз. Сегодня у меня шестой Galaxy. Изначально аппарат был мокрым. Я его промою, прочистил и вызываю. Телефон заработал, но не работает гнезду зарядки. И как-то не очень стабильно. Мне не понравилось, как работает микрофон нижний. Поэтому я решил заменить нижний модуль. Довольно частая проблема в данной модели. Из шестого EJ. Новый модуль. Не знаю, сколько он стоит на сегодняшний день, но где-то пару месяцев назад мы покупали их по 20-25 евро. Сейчас евро 15 стоит. Давайте проверим его. Сразу говорю, я уже проверил. Батарейка. Батарейка. Зарядка пошла. Телефон заряжается. Я пробовал. Итак, сложность замены данного модуля состоит в том, что две нижние кнопки меню у нас находятся под тачскрином дисплейного модуля. То есть, находится между тачскрином и вот этой вот чёрной рамки, к которому приклеен дисплейный модуль. Вот эти две кнопки с подсветкой. Кнопка возврата и кнопка меню. Вот они находятся вот здесь у нас. Поэтому для замены нам необходимо будет отсоединить полностью дисплейный модуль от вот этой вот металлической рамки, которой приклеен дисплейный модуль. На первый взгляд это просто, но на самом деле придётся постараться аккуратно, осторожным, потому что знаете, да, сколько стоит дисплейный модуль. На сегодняшний день больше 100 евро. Вот и повредить его очень легко. Это самый тонкий дисплей на 6-й Галакси стоят. Поэтому ставим дисплейный модуль в сборе с батарейкой на сепаратор. Если есть термовоздушная станция, то можно, в принципе, снять термофином. Я предпочитаю сепаратор. 110 градусов вполне достаточно. 3-5 минут в таком режиме и должен будет отсоединять. Так, данный модуль у нас несёт в себе достаточно много компонентов телефона. Это и кнопка Home, и микрофон, и разъём наушников, и разъём антенны, разъём, и разъём зарядки, подсветка, нижние кнопки. Такой довольно насыщенный модуль. Поэтому не стоит, не совсем дёшево. Они даже проклеены хорошего качества. Одно сторонний скотч, заклеенный белым пластиком. Честно говоря, не знаю, сколько стоит на iBuy, на али, не смотрел. Я думаю, евро 15 тоже. В зависимости от качества. Достаточно много модулей таких сейчас выпускают. Итак, ещё пару минут на сепараторе. Кому интересно, оставайтесь на связи. Продолжим. Пока ставлю на паузу. Так, друзья, продолжаем. Снимаем сепаратором. Температура данного модуля сейчас около 100 градусов. Батарейку отсоединяем. Она так просто слезла, потому что я её уже снимал, когда прочищал телефон от воды. На самом деле, она приклеена довольно серьёзно. Просто сепаратор довольно легко отходит. Итак, вот это уже у нас дисплей непосредственно, видите. Да, и вот это у нас уже рамка. Поэтому очень аккуратно подсовываем. Такие вот отмычки у меня не раз показывал. Очень удобно ими поглазить, срезать двусторонний скотч на таких конструкциях. С-6, С-5. С-3 тоже. Удобно отделять дисплейный модуль. Точнее дисплей от каркаса. Такими вот пластиковыми мучками. Вот так. Вот так. Непосредственно само отделение. Видите, да? Дисплейного модуля. Рамки. Конструкция остывает, естественно. Поэтому подогреваем её постоянно в том месте, где собираемся отделять, срезать. Висококачественный амулет. У него сейчас стоит. Вот. Очень легко его сжечь. Поэтому держите температурный режим. Иначе будут проблемы с дисплеем. Останутся пятна от ожогов. Поэтому температура 250 градусов. Вот. Где-то так. Где-то так. Здесь у нас ещё находится кнопка Home, как видите. Вот. У неё есть свой кабель. Вот он. Такой, я бы сказал, безопасный. Чтобы срезать его, там нужно постараться. Поэтому... Работаем по периметру. Работаем по периметру. Никуда не залезая. Салил перемычку. Отмычку, перемычку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше всё понятно, можно нагреть немного, нагреть, притянуть. Лучше, конечно, делать это на сепараторе, угломером, нагревом. Нагреть полностью весь дисплейный модуль. Присунуть. Зарядка пошла. Нижний модуль зарядки заменен. Порядка 20 минут ушло на это. Если не снимать видео, то минут за 15 можно сделать качественно. Всем спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте комментарии. Собираю телефон и возвращаю клиенту. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok